В Петропавловске жители целой новостройки остались без тепла, света и воды. Жилой комплекс, говорят люди, заселились всего полгода назад. С тех пор сталкиваются с регулярными коммунальными проблемами и теперь требуют у местных властей решить их на наступление первых холодов. Что ответили чиновники и как без элементарных благ цивилизации обходятся, горожане расскажет Нургуль Алина. В эту новостройку в микрорайоне Жасуркен заселились 96 семей. С первых дней проживания люди столкнулись с коммунальными бедами. Из крана течет холодная вода, а трансформатор периодически выходит из строя, оставляя жильцов без света. Нам объяснили ситуацию, что мы находимся на временном кабеле, соответственно все люди отнеслись с пониманием. А вот уже вторые сутки вообще нет электроэнергии. Они приезжают, что-то делают. Тут у нас кабель какой-то, видимо, фаза какая-то потерялась, по всей видимости, уже не выдержала даже той нагрузки, которую мы минимизировали со стороны жителей. Проблема остается. Жители говорят, не раз обращались к Уракимат, но ситуация не изменилась. Некоторым жильцам даже пришлось временно переехать. Это было еще сук, свечу. Дома очень холодно, света нет. Я сама переселилась к родителям. Дочь пришлось отвезти к брату. Без воды очень тяжело, а сейчас ее даже подогреть возможности нет. Горячей воды у нас и не было. Теперь еще и холодную отключили. Застройщики в лице ТО «Альфа Север» идут нам навстречу, готовы помочь. Но наши просьбы игнорирует Акимат. Никаких действий и решений принято не было до сих пор. Аким города коммунальный коллапс объясняет всем, что у владельцев квартир в этой новостройке нет лесовых щитов. Мол, после их открытия дом подключат к системе горячего водоснабжения. Мы проводили собрание на данных домах, представители ОСИ нам известны, провели работу. И эти дома мы сегодня-завтра удадим тепло. Глава городской администрации заверил, что этот вопрос возьмет на контроль, а подача воды и электроэнергии возобновится в ближайшие дни. Нургуляль нашел Забекер Муканов, телеканал Алматы, Североказахстанская область.